друзья всем привет снова идет снег снова идет снег значит прогноз погоды нас не обманул прогноз погоды по интернету вчера я вам показывал что здесь я вывозил мусор 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 жижу который здесь было сегодня уже это подморозило подморозил даже говешки вот который сегодня корову насрали колода стоит с водой сейчас мне надо погрузить ту кучу дальнюю и вот эту кучу погрузить о куча какая но она горит говно мягко это не застыло сейчас быстренько накидаю и все это дело уедет дело сегодня не об навозе дело сейчас буду расскажу расскажу хочу с поговорить о такой поднять с вами такую тему это горбатая техника горбатая техника это называется ну я так называю это большая техника которая выполняет сложнейшие работы то есть в эту технику в этот перечень входит кразы большие я кстати служил в инженерном батальоне у нас там была большая техника в армии отдельный инженерно-саперный батальон кразы к пк т бат и землеройные машины инженерные машины разграждения одним словом большая очень техника который вы которые делает самую большую тяжелую грязную работу почему она называется горбатая техника серьезная техника горбатая но и сейчас на гражданке как говорится я называю в эту категорию еще вношу кировцы к 700 трактора и т-150 ну а маленькие трактора т-25 т-40 мтз семейства это уже так слегонца назвать ее можно не итак один мой знакомый блогер руслан привет руслан несколько некоторое время назад пахал поле он живет другом регионе в одном из южных регионов россии пахал поле у одного своего знакомого бизнесмена спахал хорошо и бизнесмен ему предложил участок более сложный целину пахать руслан отказался но он спрашивал у нас блогеров кто у кого есть техника пахать не пахать совета нашего спрашивал ему мне кажется все практически ответили что надо повышать цену за целину или ну одним словом тяжеловато для белоруса пахать целину ну хотя ну раньше же пахали на быках и на корову на конях дух сейчас на беларуси тяжеловато короче руслан отказался сохранил свою технику руслан мтз 82 трактор и он впоследствии сказал руслан своем видео обращение что там подрядился ему пахать один человек у которого есть личный свой трактор т-150 т-150 я сразу чем подумал вспомнил свое вспомнил свой свои воспоминания у нас в одном селе у одного тоже молодого человека в свое время появился трактор т-150 т-150 проявился трактор как уже достался он я уже не помню скажу но это не актуально появился трактор научу как раз было время 90-е года денег не было но надо было чем-то выживать все люди тогда в то время в деревнях держали большое количество скота скота держали много ну и техники было много стали сеять не сеять это ну вот надо было таскать сено почему тогда зимой таскали сено я уже сейчас даже не припомню но в основном не осенью таскали а вот по зиме ну короче этот молодой человек нанял тракториста на трактор т-150 сам иногда вместо тракториста и выполнял вот зимнее время работ какие-то вот эти работы для населения помогал администрации нашей поселковой чистил снег повесил на т-150 лопату т-150 колесный был повесил лопату и чистил снег там по дорогам таскал сено но гаража у него правда не было теплого просто ставил на улице в итоге через какое-то время трактор стал давать сбои мы все знаем что у тракторов вот это кировцев это 150 у них в коробке коробка работает под давлением там фрикционные но и нагнетается давление но так вот двигатель еще более менее нормально работала вот на т-150 у него тогда вот стала барахлить коробка ну сказалось это то что заводка была заводился он в холодное время без гаража теплого подогреется где-то не подогреется должным образом ну вот эти такие какие-то вот этих штуки нюансы но одним словом кончилось тем что он или год или два на нем поколымил поработал трактор стал все больше больше отнимать денег из бюджета сенейного и вообще большой трактор это же большие заработки должны быть для того чтобы большие отчисления туда вкладывать то ли в этом 10 там литров масла образно говоря в мтз там к примеру горы там 15 литров масла ну чуть побольше чем здесь объем солярки уже больше шприцов больше надо шприцевать там селедолу надо больше внимание больше техника больше запчасти все они гораздо дороже на большую горбатую технику короче через то ли год то ли два года но это не так актуально он поменялся на мтз 80 простой мтз 80 поменялся там хозяйство было тоже большое и фермерское ну а фермеру он пахал сел засевал большие гектары зерновых ему нужна была вот эта техника горбатая для того чтобы работать он благополучно поменялся но все остались довольны при своих как это сказать интересах так я почему к чему это сказал мне просто вот интересно стало вот те люди я понимаю что кто-то когда-то прикупил свое время там камазы урал и вот это большую технику кировцы т-150 но для того чтобы ее содержать чтобы заводить нужны вот эти серьезные вложения серьезные вложения в гараж содержание гаража вот это создание условий для техники хорошего зимой чтобы заводить или делать предпусковые подогреватели что-то еще 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 ну и кадры нужны квалифицированные сейчас кошка стала гладиться об штатив сейчас как бы не свернула камеру ладно итак друзья если у вас интересные есть хочу узнать ваше мнение есть или есть мнение по поводу вот этой большой горбатой техники выгодно и содержать в рентабельно рентабельно или нет содержать ее вот в своем маленьком лпх хозяйстве я считаю что мое мнение такое что для маленьких частников вот для нас лучше вот такие небольшие трактора т-25 т-40 мтз-50 мтз-80 ну восемь старые там ну может быть восемьсот девяносто вторые это там с турбонадовом большие эти трактора семейства белорус сейчас пошли новые но вот эти большая горбатая техника мне кажется и и если ты не пашешь не сеешь чё и делать там ну на ней конечно же можно там что-то ездить заводить там что-то выполнять какие-то работы но она я думаю не окупится там чтобы вывести вот эту маленькую тележку навоза на большом кировце или т-150 так что хотя колхозы как известно все развалились куда делась эта большая техника ну может быть я могу предположить что она она списалась и заносила свое время и просто сдали но в утиль металлолом потому что сейчас сейчас вот я не вижу ее там сильно по большой в больших в больших хозяйствах может где-то там она осталась а у маленьких ты нету даже так даже те же детухи их тоже стало не не рентабельно содержать потому что обслуживание вот этих железных траков менять постоянно траки звездочки ходовая часть там постоянно сыпется ну одним словом как-то не очень то но а вот для нас для маленьких хозяйств мелких частиков вот такие маленькие небольшие колесные трактора самое то вот так вот я так думаю конечно же на просторах ютуба люди есть снимают большие и которые есть блогеры которые работают на больших тракторах на горбатых на кировцах т-150 это также как там сергей савельев или там сергей корнеев будни тракториста или там стас бредихин но одним словом хозяйствах есть вот эти большие трактора они снимают вот ребята блогеры снимают как эксплуатируют я тоже смотрю их мне интересно но я думаю что вот для маленького человечка частника для небольшого хозяйства повторяюсь еще раз патологи были получается большую технику горбатую серьезную как-то не выгодно задержать она не окупит себе сама себя просто или и разорит от хозяина ладно заболтался поеду возить кучу с навозом у меня там еще одна есть еще надо грузить а снег уже пошел все пишите комментарии жду ваши комментарии по поводу вот этого моего мнения согласны вы с ним не согласна может быть у вас есть другие какие-то примеры когда вот эта большая техника помогала своему хозяину там развиться и занять но одним словом зарабатывать вот так вот они банкротить хозяина техника должна работать и приносить прибыль окупать себя ну ладно ладно все блин все пишите комментарии все закругляю все пока